Насколько я понимаю, я еще не успела дослушать до конца интервью, а Геркин говорит о том, что Корчинский агент ФСБ в этом интервью. Вы видите в эту информацию? Слово агент ФСБ там нет. А как это формулируется? Как-то иначе это формулируется. Я сейчас не вспомню. Вы знаете, опять-таки, как журналисту говорю, там три с половиной часа, больше чуть-чуть. Когда ты в процессе интервью, у тебя в голове пульсирует следующий вопрос, который ты должен задать, и ты не всегда слушаешь ответ на... Ну, не всегда вслушиваешься. Я не знаю, как у вас. У меня учащенное давление, пульс, вернее, учащенный, поднимается давление, потому что у меня список моих вопросов, которые я должен задать. И я думаю уже о следующем, и я думаю так, ну быстрее, не тяни, давай, переходим к следующему. И я пытаюсь... Это же шаманство просто. Поэтому я не вспомню формулировку, мне надо заново его пересмотреть. Но сейчас некогда. Я обязательно пересмотрю это интервью. Но если там есть формулировка, которая звучит именно так, да, ну подтекст, по крайней мере, у него такой... Верите ли вы в такую информацию? Это не мое дело во что-то верить или не верить. Это дело специальных служб Украины, которые дают надлежащие оценки сказанному или прочитанному. Хорошо. Уже финальный вопрос. Я помню, что вам нужно уйти через пять минут. Сейчас опять возникла тема в связи с некоторыми судебными процессами, в частности процессом Стернинка, тема агентов СБУ, агентов спецслужб. Людей, которые там занимаются разными вещами, которыми не может служба заниматься, например, да, в том числе иногда и не очень, там, короче, грязными, да, вещами иногда занимаются. Как вы считаете, должно ли общество знать, есть ли у нас такие команды при спецслужбах, должно ли общество сегодня продискутировать, а не пора ли это все остановить? Потому что, как мы видим по некоторым историям, да, и с убийством Бузины, и с другими людьми, что если люди являются какими-то непубличными агентами той или иной спецслужбы, у них к ним больше, так сказать, лояльности. Им могут простить криминальное преступление, их покрывают, их делают все, чтобы не выводить в суд и так далее, и так далее. Как вы относитесь к этой теме в Украине? Смотрите, по делу Стерненко. Я себе позавчера, по-моему, может, чуть раньше, задавал этот вопрос. А вот меня будут спрашивать наверняка, что я об этом думаю. Я рассуждаю вслух. А что я могу думать, не видя материалов дела, не говоря со следователями? Так об этом и речь. Не надо ничего об этом думать. Надо пойти в суд, и все это все увидят. Потому что есть факт убийства. Поэтому, что это было? Самооборона, не самооборона. Вы же знаете, есть детали. Я не судья, я вам сейчас хочу сказать, я не знаю, в деле Стерненко не разбираюсь. Что касается агентов и не агентов, и должно ли общество знать? Должен ли человек пойти в суд? Вот вопрос. Когда есть факт убийства? Конечно, если есть факт убийства, конечно, надо идти в суд и доказывать, что ты виновен или не виновен. Но однозначно. Что касается, должно ли общество знать, я как демократ и как журналист считаю, что общество должно знать все. Кроме того, чего общество знать не должно. Что может навредить государству. Вот это тонкая грань. Потому что есть вещи, которые для государства могут быть вредны. А вообще, я вам скажу. Слушайте, институт агентов существовал при любой спецслужбе и существует всегда. Конечно. И не только в нашей стране. Никто не говорит о том, что этого быть не должно. Многие спецслужбы, не многие, а все спецслужбы держат. Они не могут начать работать. Но есть, как говорит наш классик политический, червоние линии. Что когда эти люди не могут переходить определенную грань, они не могут убивать, они не могут бить, они не могут еще что-то делать. Наташа, у нас, к большому сожалению, у нас сегодня слабое государство. И мы никак не становимся сильнее. Только сильное государство имеет регламентированные все отношения внутри. Но для этого нужен такой человек, как Игорь Петрович Смешко, например, который курировал бы все силовые органы. Человек системы, человек понятий, человек, знающий, как это урегулировать все. Потому что в мире все давно придумано. Не надо изобретать велосипед. Но кто-то должен этим заниматься. От кого, уже совсем в финале, от кого сегодня зависит стабильность в Украине? От президента или от спецслужб и правоохранительной системы? Стабильность государства зависит от государственных институтов, которые бы действовали в единой упряжке. Это, безусловно, президент, это Кабмин, это спецслужбы, это Верховная Рада, это руководители госадминистрации, облгосадминистрации, мэры. Мы знаем, что такое полицейское государство. Это когда институт находится в полуразрушенном состоянии, а, так сказать, порядок могут держать или наводить только определенные службы. Я в сути вопроса моего в следующем. У нас такое государство или еще не такое? У нас не полицейское государство, конечно, нет. Ну, конечно, нет. В полицейском государстве не могут люди подходить к офису не просто уважаемого человека, а просто к офису, чему бы то ни было, без каких-либо поводов для этого, не посмотрев даже интервью, и бросать яйцами в витрины и писать гадости на плитке перед входом. Это impossible называется. В цивилизованном обществе этих людей сразу забирают и выясняют, что они хотят. Конечно, у нас слабое общество. Не полицейское, конечно, уж точно. Мне бы очень хотелось, чтобы наше общество было полицейским в плане Соединенных Штатов Америки или Швейцарии, где полицейские, это не коррупционер. Это немножко другое. То, что вы имеете в виду, это называется правовое государство. Правовое государство, конечно. Где все подчиняется судам. А полицейское государство, это, знаете, это как в России. Там все зависит от спецслужб. Это нам не надо. Понимаете? Это нам не надо. То есть, все-таки сегодня государством еще руководит президент. По сути. Государством руководит и президент, и Кабмин, и Верховная Рада. Да. Субтитры создавал DimaTorzok